Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это третья часть нашего разговора о шестидесятниках, истоках, о самом движении и результате деятельности этого движения, опять же, если можно назвать это движением. И тут есть несколько ремарок к предыдущему выпуску Леонида Александровича. И вам, Леонид Александрович, слово. Да, две ремарки из разных частей. Одна, значит, вот какая. Мне там написал один читатель, совершенно справедливо с моей точки зрения, что же вы говорите, что в конце 40-х годов был сплошной застой. Это не так, потому что именно в конце 40-х, в начале 50-х годов был очень бурный рост науки в Советском Союзе. Это совершенно справедливо. Ну, я опускаю такие детали в кавычках, как рост лженауки, который был еще быстрее росту науки. Но лженаука была, как известно, в двух направлениях. Во-первых, так называемые общественные науки их полностью уничтожили в 30-е годы. А в 40-е годы эта нежить каким-то образом продолжала существовать, вот как, не знаю, в Урдалаке там какие-нибудь или вот кто после смерти живет. В Урдалаке нет, какой-то другой. Зомби. Зомби-зомби. Вот эти зомби продолжали активно плодиться и размножаться. Какие-то фантастические совершенно люди там. Ученый Александров, начальник отдела пропаганды ЦК, ученый Митин, который был... Ну, в общем, это отдельная песня, можно долго рассказывать. Ученый там, Юдин. Ну, это историки, ладно. Но, кроме того, в 40-е годы добивали окончательно такие, в общем, довольно относительно реальные области научного знания. Вот эти Александровы, Митины, это философы, то есть просто лженаука в чистом виде. А, значит, добивали окончательно такие более-менее реальные области, как филология, там, лингвистика. Отчасти это шло по линии борьбы с космополитами, но не важно. Ну, и самое знаменитое погромное явление 40-х годов, это, естественно, знаменитая сессия Восхнил, когда, значит, окончательно запретили генетику. Вавилов давным-давно помер уже в тюрьме, и массу других посадили. Но, значит, вот тут просто добили окончательно генетику. И тогда один ученый в Ленинграде был такой, Александров Владимир Яковлевич, сочинил такой анекдот. Русское матерное ругательство из трех букв посредине гласное. Ген. Вот, значит, в общем, это было такое тяжелое, действительно, развлечение с этой генетикой. Опять это отдельная история. Почему и Сталин, и потом Хрущев помешались на Лысенко, что они в этом козле нашли, совершенно непонятно. Но они ему верили, как мани небесной, при том, что он обещал всякий бред, спасти сельское хозяйство. И эти обещания, в отличие от болтовни философов, легко проверить, вот все чепуха на постном масле. Тем не менее, значит, в него верили. Невозможная глупость. Вот. Значит, ну, другие обвинения того времени, запрет кибернетики, это неправда. Слово кибернетика было запрещено, это вот верно, но работы по ИВМ, по вычислительной технике шли очень быстро и очень сильно. Вот. Поэтому запрет слова кибернетика большого значения не имел. Фактически работы в этом направлении велись очень интенсивно. Но вот что правда, и это все знают, что, конечно, 40-е годы были временем, может быть, максимального развития всех военно-промышленных наук. Конечно, прежде всего, связанных с бомбой. Это, значит, лаборатория номер два, так называемая, потом ее переименовали, по-моему, в институт измерительной лаборатории, измерительных приборов. Это потом стало институтом атомной энергии имени Курчатова и сейчас влачит постыдное существование под руководством младшего Ковальчука. Вот. Это КБ-11, значит, в Арзамасе, которое сейчас называется Институт экспериментальной физики. Собственно, место, где делали атомную и водородную бомбу. Тоже отдельное позорнейшее явление, что это этот институт, который полностью создал и почти 50 лет им руководил Харитон, не носит имя Харитона. Это вообще объяснить невозможно. Почему не дает имя Харитон? Загадка. Говорят, что попы, которые, значит, в Саровской области, они совершенно категорически возмущаются. Почему? Потому что он был еврей, но уж не до такой же антистепени все-таки зоологические иудофобы. Ну, в общем, неважно. Вот, значит, Институт Курчатова, Институт Харитона, Институт теоретической экспериментальной физики, он тогда назывался Теплотехническая лаборатория, Институт Алиханов. Это то, что возникло совершенно с нуля. Ну и масса других. В эти же годы возник Центральный радиотехнический институт. СНЕРТИ. Потом, значит, КБ-1, так называемый. Это то, что сейчас называется Алмаз-Антей. Это управление ракетами, создание ракет. То, что Расплетин возглавил Алмаз-Антей. Потом, значит, КБ Королева, КБ Глушко. Это по ракетной части. Институт технической физики на Урале. Ну, в общем, бесконечное количество. Я думаю, что таких подсчетов нет. Но если бы они были, то, наверное, выяснилось бы, что в области физики и ракетной техники количество ученых увеличилось с 1945 до 1955 года. Ну, как минимум раз в 10. А уж расходы просто, ну, там, в стора. Позвольте, я бы тут, на самом деле, немного поспорил. Я бы разделил бы фундаментальную науку и науку прикладную. То есть, физика, она же тоже очень разная. То есть, вот простой пример, там, принцип неопределенности Гейзенберга. Вообще, сам принцип неопределенности Гейзенберга, то есть, случайная вероятность, там, нахождения электрона, то есть, вообще, восприятие электрона как электронного облака, некий фундаментальный вопрос, там, ни вооружения, ни прочее. Это, ну, это, чтобы было под запрецом, но это громили. Это факт. Потому что, ну, что за вообще неопределенность? И громили-то с какой точки зрения, что марксистско-ленинская теория, она очень определенная, она строится, ну, во многом на детерминированности. Что это такое, когда что-то нельзя найти? Что за неопределенность? Сотрудники НКВД должны найти и должны определить. Вот такой подход был, довольно-таки примитивный. Плюс ко всему, наука развивалась, это бесспорно, но новейшие тогда теории, то есть, там, дискретная математика, она сформировалась в годы войны, там, теория автоматов и так далее. Вот эти фундаментальные области математики, они все равно не принимались. И все исходило из того, что вот насколько это можно приложить вот к задачам власти. И погром в биологии, он, конечно, рядом не валялся на фоне как бы погрома там, точнее, наоборот, погром точных наук и физики, где погуляли не так на славу, но все-таки погуляли. Я об этом хотел бы сказать, что все равно притеснение именно фундаментальной науки, оно во многом было по всем областям. Вот. Ну, вы знаете, это, опять же, я с вами не соглашусь. Дело в том, что то, о чем вы говорите, это действительно имело место быть, но это имело место быть на уровне трепа, пустейшего трепа вот этих жуликов, которых называли советские философы. Ну, это абсолютные были умственно убогие прохиндеи, там, Максимов такой был философ, еще там группа. Ну, такие очевидные прохиндеи, Камари такой. Но они никакого реального значения не имели. Они там немножко подзажали физфак. Так, было такое дело, физфак МГУ. Вот, было такое дело. Но к реальным работам, конечно, они никакого отношения не имели, потому что без теорофизики, ну, как атомную бомбу сделаешь, на основании краткого курса истории ВКПБ можно. Но дело все в том, что она может не взорваться. Я тогда еще свой краткий курс истории ВКПБ не прочел. Вот на основании моего краткого курса, если бомбы делали, то, наверное, взорвалась бы. А на основании того краткого курса, который был у Сталина, она могла не взорваться. И, что характерно, Сталин это сам прекрасно понимал. Вот, поэтому на уровне околофилософского словоблудия, такого анонизма, это пожалуйста. А в реальной работе нет, конечно. Более того, значит, даже кадровой чистки не было. Я вот читал документы. Я вот вчера поминал эту книжку Костырченко. Вот я читал документы. Значит, письмо, донос. Ну, не донос, официальная комиссия работала в институте физпроблем. Безграмотный донос, как всегда халтурный, что вот в институте физпроблем работают одни евреи. Ну, естественно, это называлось как-то по-другому. Там лица еврейской национальности. В лице еврейской национальности они записали академика Леонтовича, который имел к лицам еврейской национальности такое же отношение, как я к лицам белорусской национальности. Академик Леонтович – белорус. Ну, фамилия, видимо, их смутила. Но никого из перечисленных там лиц, действительно, в школе Ландау были почти одни евреи, это правда. Но никого из перечисленных там лиц никто пальцем не тронул. Потому что они были нужны. Не кадровики, идеально правильная кадровая политика не способствует созданию оружия. В этом смысле, мне кажется, что гонения на уровне трёпа, да. Но, видите, гонения на уровне трёпа, они и в нацистской Германии были, арийскую физику пытались придумать. Но бомбу-то делали не по арийской физике, а просто по физике. Ну, тогда во многом я бы согласился бы на такой компромиссной точке зрения, что вот эти гонения на уровне трёпа, ну что такое постановление ЦК КПСС, там о журнале «Звезда» и «Ленинград». Но это же ведь грозно, это страшно, я не спорю. Очень жалко этих великих, действительно, писателей. Но за вот этим громом среди ясного неба не последовало каких-то конкретных действий. Во многом уже это выдыхалась сталинская система. Это, кстати, подтверждает тезис Костырченко о том, что никакого там Бухенвальда номер два Сталин не планировал. Ну, селёнок маловато было. Задор, может быть, у него был, а вот селёнок было маловато. Из старческой любви позорней сварливый старческий задор. Была у него любовь к космополитам и задор. Нет, а видите ли, в чём дело? Постановление «Звезда» и «Ленинград» имели существенное значение, просто потому что писатель, который свои книжки, ну там, не книжки, стихи не печатает, это всё-таки странный писатель. А физикам-то работать не мешали. Работать, наоборот, деньги давали. Странный, но живой. Странный, но физически живой, да. Физикам работать не мешали, наоборот, давали деньги. Там, значит, с 1949 по 1954 год было там порядка сотни или двух сотен так называемых закрытых сталинских премий. Дело в том, что сталинские премии, в отличие от ленинских, и государственных давали открыто за всё. Написали там работу оборонного значения. Пойми, пойми, какая. Ну, публиковали в газетах. Вот за такую-то работу оборонного значения. Но кроме этих открытых сталинских премий, были ещё три закрытых списка. 1949, 1951, 1953 год. Абсолютно закрытые, которые до такой степени были закрыты, что людям давали премию лично. Но вот кто ещё вместе с ним получил, считал, что он не должен знать. Ну, бред сумасшедшим обычный. Так вот, значит, там порядка двухсот или трёхсот физиков всего кто-то посчитал. Ну, в общем, большие очень получали премии. Я уж не говорю о сумасшедших окладах. Я вот вчера сказал, что Курчатов и Харитон получили почти столько же, сколько писателей Суров и писателей Бабаевский, там, Сафронов и так далее. Вот, а значит, что касается фундаментальной науки, тут я тоже с вами не могу согласиться, потому что именно тогда, во-первых, был создан очень важный институт фундаментальный, это Институт прикладной математики имени Келдаш. Называется он прикладной, но работали там, конечно, фундаментальные учения. Вот, ну и математика, ну как, тогда математика, это было, вот это, как я понимаю, сороковые годы, пятидесятые, это золотой период советской математики. Калмогоров, Гельфанд, значит, Петровский, ну, все, так сказать, Александров, Конторович, ну, все, кто можно, значит, все, так сказать, лучшие математики, в это время очень активно работали. Что касается теорфизики, то уже, в общем, ну да, там, они, конечно, это вопрос сложный, я не спец, мне трудно судить. Значит, на объекте, то есть в институте, в КБ-11, он же институт, значит, экспериментальной физики, в Арзамасе-16, там работали такие физики-теоретики, как Сахаров там, Зельдович. Да, они занимались прикладными вопросами, это правда. По бомбе. И, кстати, тоже интересно, на эту тему есть очень большое расхождение в оценке роли Сахарова. То есть то, что он придумал там с водородной бомбой, никто не оспаривает. Но вот Гинсбург, который считается там водородной бомбой, было две идеи. Вот идея 1, идея Сахарова, и идея 2, идея Гинсбурга. Так вот, я читал, значит, высказывание Гинсбурга, что это была настолько неинтересная физика, что я был счастлив, когда меня от этих работ, значит, освободили, и избавился от этой совершенно скучнейшей, неинтересной физики. Вот вам, пожалуйста. Значит, вместе с тем многие пишут, что Сахаров выдающийся именно не конструктор, не создатель оружия, а выдающийся физик-теоретик. Или они это пишут, так сказать, из общего уважения к его гражданской позиции, к его высказыванию. Или действительно был выдающийся физик-теоретик. В любом случае, такому выдающемуся физику, как мне, судить об этом достаточно сложно. Ну вот, короче, я что-то бесконечно растянул, это как всегда. В общем, короче говоря, наука в это время, военная наука, и связанные с ней отрасли переживали очень бурный рост. И что интересно, что повысили зарплату всем ученым. Вот кандидат наук там получал столько-то, доктор наук столько-то, безотносительно. Ты доктор физмат-наук, или ты доктор каких-нибудь там, извини за выражение, ветеринарных наук. Резкое повышение зарплат произошло после войны во всех науках. Опять же, это, конечно, страшно способствовало подъему науки. Масса людей просто ради денег туда пошли. Но и не всегда те, кто идут ради денег, это только жулики и бездари, ничего подобного. Бизнеса тогда не было, не было. Куда пойти способному человеку? Вот они и шли. Так же, как когда бизнес появился, то из физики, из математики ушла масса, опять же, способных людей, и стали успешными бизнесменами. Вымпелком, например. Ну, например, но это так просто, что фактически способный человек, способный именно к точной работе, он с 40-х до 80-х годов, кроме как в науку, им одеваться было некуда. Оплатили там хорошо. Эти зарплаты, которые положили в 40-е годы, они практически не менялись до 70-х. И к 70-м это были уже очень маленькие, плохенькие зарплаты. Хотя у докторов науку, у профессоров по-прежнему это были достаточно высокие все-таки зарплаты. Это в 70-е годы. А что же это было в 40-е, в 50-е? Просто клондайк. Так много, я думаю, пропорционально другим профессиям ученые вообще нигде не получали, ни в какой Америке. Абсолютно больше. А по сравнению с другими профессиями, я думаю, в СССР перекос в сторону науки был выше. Короче говоря, резюмирую. А 40-е и 50-е годы это было время, когда действительно заварился крутой бульон в области естественных наук. И это вроде бы противоречит утверждению о том, что в сталинский период был мертвый застой. Интеллектуальный, культурный, духовный и так далее. На самом деле не противоречит. Потому что, говоря о мертвом застое, я именно имел в виду то, что я только что назвал. Духовный. В смысле, духовной жизни. Не только общественной жизни. Об этом вообще речи быть не могло. Но в смысле чтения умных книг по истории, по философии. И не бреда Александрова и Митина, а реальных философских книг. Это было абсолютно невозможно. В смысле всех гуманитарных наук. Вместо которых поставили эти идиотские муляжи, на которые были прикреплены какие-то непонятные слова. В смысле искусства, литературы. А ведь ученые, в том числе технари, физики, они люди широкого интеллектуального развития. По крайней мере, крупные ученые. Это же не арифмометры. Не просто вычислительные машинки. Стоят себе щелк-щелк, щелк-щелк. Это люди, которые хотят жить, которым нужен озон. Нормальный, духовный, интеллектуальный озон. Известно, что очень многие физики здорово разбираются в истории и в литературе. Чего никак не скажешь об историках и литераторах, которые физики ни хрена не понимают. А физики в истории и в литературе разбираются хорошо. Стихи пишут. А вот поэты формулы обычно не пишут. Ландау, например, прекрасно разбирался в истории. Очень хорошо ее знал, очень любил. С большим удовольствием этим занимался. У него даже была шуточная математическая формула идеальной женщины. Идеальной внешне, в смысле, женщины. Он очень был такой лавелас, судя по воспоминаниям. На этот счет история содержит взаимоисключающие точки зрения. Как всегда по этому вопросу. Есть прямо противоположная точка зрения. Но дело не в этом. А в том, что кроме идеальной женщины, у него были формулы идеальной истории, идеальных правителей и так далее. Уж я там два слова скажу. Ведь у Ландау в квартире стояла, естественно, записывающая аппаратура. И вот она записывала. И потом это все опубликовали. Вот он в 50-е годы говорит со своим близким сотрудником. Ну, что говорит? Ведь система наша фашистская. Сталин, конечно, фашист. А если уж говорить откровенно, так первым-то фашистом был Ленин. Это говорит советский человек в 50-е годы. Не в 80-е, когда, значит, любой это говорил. И не в 70-е, когда там с большим трудом до этого продрался там Солженицын, Новодворска, еще кто-то. И то не до этого, а где-то в этом районе. А в 50-е. Свободное мышление. Свободный ум. Это характерная черта физиков. И когда потом, значит, уже в 60-е годы, у 60-ников, по-моему, это у Слуцкого, что ли, появилось стихотворение, что-то нынче физики в почете, что-то нынче лирики в загоне. Дело не в сухом расчете. Дело в мировом законе. То это было несправедливо. Это вот тот самый исторический спор, такая дихотомия физики и лирики. Это было несправедливо, потому что именно физики, ну, естественники, это был тот питательный бульон, который во многом и породил 60-ничество. Прежде всего, это были умные читатели, которые необходимы каждому писателю. А, кроме того, это была среда критической мысли, политической мысли, социальной мысли, общественной мысли. Это вот непредусмотренный результат тех привилегий дворянских, которые дали физикам. Ну, так всегда бывает. А кто декабристы-то были? Крепостные, что ли? Дворяне. Дворянским классом в советское время в каком-то смысле стали ученые. Они были нужны, им многое позволялось, их хорошо кормили, но они осатанили, наголову сели. Как говорится, посадил Андау за стол, он тебе и ноги на стол. Обнаглели и стали воображать о себе, что они не просто халуи-ученые, которым дали считать, и за это кидают куски мяса. Считай, жри, считай, жри. Нет, воображали, что они там, понимаете, какие-то особенные, что им можно рассуждать, размусоливать. Ну, в общем, обнаглели. Но наглость – это же свойство на свободу мыслящих людей. Вместо того, чтобы просто за паёк работать, нет. Ну, вот. Таким образом, значит, как раз мне кажется, что наличие большого количества ученых, сытых ученых, это было одно из условий нарастающего раздражения, нарастающего отторжения той мёртвой корки, абсолютно мёртвой корки, которой было покрыто общество. На разных местах это раздражение нарастало. Стиляги первые, как-то не дико звучит, появились в конце 40-х годов. Тогда появилось знаменитое выражение «прошвырнуться по Бродвею». А Бродвей – это улица Горького. И ничего, прошвыривались, и, в общем, вместо того, чтобы их свинтить, и на Колыму отправить. Но это всё были подспудные течения. Сверху лежала плотная корка, которая всё это покрывала, и прорваться этому не давала. Но снизу её подтачивали, подтачивали, подтачивали. И как только дедушка, значит, протянул усы, тут же это нижние тёплые течения стали вырываться наверх. Это отдельная история, что не просто они вырывались, а для этого нужна была политическая воля, политические решения. Но об этом, я надеюсь, мы ещё поговорим. Ну, дедушка ведь тоже немножко обуржуазился. Вот эти самые знаменитые сталинские банкеты, открывание ресторанов, мода на грузинскую кухню. Ну, вот это же просто поражало, это вот голод в стране и грузинский ресторан, как бы, в Москве. Не, ну, это у него с 30-х. Пожрать-то он любил, выпить, пожрать-то он всегда любил. Брюхо у него, кстати, было, что скрывают истинные сталинисты. Вот это глава, последняя тайна настоящего сталиниста, какого-нибудь там прилетнего. Что у дедушки было брюхо. Вот у Держинского брюха не было, а у дедушки было. Но он вообще был, тем не менее, хотя он любил пожрать, но, в общем, он был, конечно, абсолютно маскетом. У него не было никакой тяги к роскоши, он терпеть не мог, не понимал, не уважал, презирал. Я вот приводил пример, который Аллилу его приводит, что он на стенку повесил вырезанные из огонька репродукции. И не потому, что он не хотел картин. То есть, если бы он захотел, ему бы повесили там картину Репина или Рембрандта, или кого хотите. Он просто это презирал. Ему это было неинтересно. Он это презирал. Зато на Балдяна картины, он писал по картине в день. Там «Утро нашей Родины» и так далее. Там, кстати, бесконечные. Вот «Утро нашей Родины» – это же вообще концентрат культа личности. Это же Иисус Христос в поле стоит. Но на Балдян-то писал, но Сталин-то у себя дома эти картины не вешал. Он бы, скорее, на Балдяна у себя в доме повесил, если бы уж на то пошел. Ему это было нужно. Он понимал, что это политически нужно, пропагандистски нужно. Нужно для дела, для государства, для партии. Это нужно для партии. Но ему это было абсолютно не нужно. Его более чем устраивали в репродукции из огонька. И эта байка про стоптанные сапоги – это святая правда, потому что он не интересовался барахлом. Сталин так же, как Гитлер, так же, как Ленин, так же, как масса… Ну, не масса таких людей вообще мало. Мау был впереди планеты всей. Он даже зубную щетку презирал. Вот. Такие великие диктаторы, они вообще не барахольщики. Их это абсолютно просто не интересует. Ну, так же, как многие выдающиеся математики. Но не интересуются они бытовой стороной жизни. У них в жизни другие интересы. Ну, вот. Короче говоря, значит, вот это было противоречие. Второе, нарастающий интеллектуальный слой и давящий его сверху – это корка. Одно из противоречий. Значит, второе, о чем я хотел ремарку сделать небольшую, это я вот говорил о том, насколько была выхолощенная, мертвая, бессмысленная вот эта духовно-культурно-идеологически-интеллектуальная жизнь. Но я, мне кажется, все-таки недостаточно застрел. Это сегодняшним людям это просто трудно представить. Ну, вот смотрите, допустим, это была просто вторая реальность, не имеющая с первой реальности вообще ничего общего. Понимаете, вот говорят, социалистический реализм. Социалистический реализм. Есть такая байка знаменитая, что Сталин пришел к Горькому. Вот Горький жил неплохо. У него был прекрасный особняк, лучший особняк в Москве, революционный там. В Москве на бывшей, на углу бывших улиц Алексея Толстого и Качалова. Сейчас это, значит, соответственно, принято сейчас, минуточку. Ну, неважно, забыла и как они называются, эти улицы, хотя я там часто очень гуляю. Выскочила из головы. Это знаменитейший особняк Рябушинского, лучшее вообще творение Шехтеря, выдающееся. И вот в этом особняке, значит, Сталин с писателями провел знаменитую установочную беседу о том, Спиридоновка одна улица называется, а вторая... Малая Никитинская. Малая Никитская и Спиридоновка, да. Да, Малая Никитская. И вот, значит, в этом особняке, где-то году в 31-м, что ли, Сталин провел знаменитую установочную беседу с писателями о том, что такое социалистический реализм. Три часа им рассказывал, что такое социалистический реализм. И в конце беседы какой-то, говорят, бабель вроде. Он спинул вопросы. И какой-то писатель сказал, товарищ Сталин, а что все-таки такое социалистический реализм? Твою мать, три часа тебе, мудаку, рассказывают? Что это такое? Ну, все, значит, от этого дурака, естественно, вправо-влево отшатнулись, как от прокаженного. А Сталин выдержал, значит, мхатовскую паузу, трубкой в него ткнул и сказал, пишите правду. Это и есть социалистический реализм. И вот писали правду, снимали правду, значит. А правда была такая. Ну, вот, например, как в газете «Правда». Вот действительно правда. Вот, например, процессы 30-х годов. Я не о жестокости, не о массовых репрессиях. Просто о том, что эти процессы – это вторая реальность. Выдуманная от начала до конца. Все, кроме имен подсудимых, было выдумано полностью. От начала до конца. Это при том, что многих из этих подсудимых можно было судить и расстрелять по имеющимся статьям Уголовного кодекса за совершенно реальные преступления. Ну, например, Егода был действительно взяточник. Вот он барахольщик был из барахольщиков. Масса других секретарей, райкомов, обкомов, конечно, брали, конечно, пользовались, конечно, превышали полномочия, конечно, совершали разные преступления. А его судили за убийство Горького, фактически, за то, что он к правам. Об этом никогда, ни на одном процессе не говорилось ни слова. Вообще ни одного слова правды не говорилось никогда. Вот арестуют какого-нибудь взяточника? Вот какого-нибудь в городе Энске, начальника горторка. Взяточник. Выяснится, что он троцкист, японский шпион, диверсант. А то, что он взятки брал, дом барахлом завалил, и весь город это знает, никогда, ни гугу, ничего. Вот это и есть социалистический реализм. Абсолютно выдуманная реальность, не имеющая к реальности вообще никакого. Параллельная вселенная. Абсолютно параллельная вселенная. Самое страшное в этой параллельной вселенной, это было появление чего-то реального. Никогда. Ни при каких условиях. Ничего. Вот это очень важная черта социалистического реализма. Есть такая знаменитая байка, говорят, ее Михалков придумал. Что вот, значит, был однорук и одноглаз великий хан Ахмед. И этот хан Ахмед заказал портрет. Первый художник нарисовал однорукого и одноглазого хана Ахмеда. Его, естественно, расстреляли. Голову отрубили. А второй художник, наученный горьким опытом, нарисовал с двумя глазами и с двумя руками хана Ахмеда. Его не расстреляли, но его выгнали и так далее. Тогда пришел третий художник, социалистический реалист. И он нарисовал хана Ахмеда в профиль. И действительно, один глаз у него есть, одна рука у него есть, а дальше-то не видно. Вот это говорил Михалков. И есть социалистический реализм. Михалков, конечно, великий писатель, но в данном случае он был абсолютно не прав. Социалистический реализм – это именно нарисовать с двумя руками, с двумя глазами, а лучше с тремя руками и с четырьмя глазами. Вот сталинский социалистический реализм конца 30-х, начала 50-х годов – это не приукрашивание действительности. Ничего подобного. Это выдумывание действительности. Создание действительности, не имеющее ничего общего с реальными действительностями. Ну, кроме того, что люди ходят, деревья растут и так далее. Это проявлялось во всем. В экономике эти фантастические отчеты о растущем благополучии людей. Когда люди голодали. Просто реально голодали. Вот 40-й год был голодный. А, значит, выпускались в газете правды отчеты о том, что уровень жизни резко вырос. То же самое относилось к политике, что имело особенно катастрофические последствия. А вот когда всякие чудаки там вроде Солонина, ну уж теперь они, наверное, не столько чудаки, сколько жулики просто. Солонин, Суворов рассказывают, значит, что Советский Союз готовил нападение на Германию. Ну, это просто, во-первых, это многократно опровергнуто историками вранье. Будет еще случай, так сказать, об этом поговорить. Но действительно картина была абсолютно другая, абсолютно фантастическая, которая была отражена в фантастическом фильме «Если завтра война». По-моему, этот фильм вышел чуть ли не в 40-м, что ли, в 39-м. «Некое анонимное иностранное буржуазное государство нападает на Советский Союз. Тут же, как только оно нападает, в самом этом государстве восстают рабочие, а наша Красная Армия громит, бьет и уничтожает врагов на их территории малой кровью могучим ударом». Вот этот бред был официальной военно-политической доктриной Советского Союза. Официальной военно-политической доктрины, в которую реально верили многие люди, которые знали, что это чепуха. 38-го года фильм. 38-го года. Которые знали, что это чепуха. И тем не менее в это верили. Вот это две параллельные реальности. Реальность процессов, троцкистов, шпионов, диверсантов, высокого уровня жизни, ломящихся от изобилия столов. Реальность, кстати сказать, мифология о Сталине, о великом философе, великом, только что не писателе. Сталин реально был участником гражданской войны очень активным. Но потом сочинил вранье на эту тему Ворошилов. Это еще было вранье уровня преувеличения. Не выдумки параллельной реальности, а преувеличения. Он раздул его роль, просто заменил Троцкого на Сталина. И все военные операции, которыми руководил Троцкий, он подставил туда фамилию Сталина, сделал его вместо Троцкого руководителем Красной Армии. Но это было еще невинное вранье. Вранье по линии преувеличений. А к концу 30-х годов пошло вранье по линии выдумывания. И вот 22 июня 41-го года, это очень интересный момент, это было столкновение реальности с выдумкой, реальности с мечтой. Как говорил Гитлер, кулак судьбы открыл ему глаза. Это ведь многократно описано, что Сталин был совершенно потрясен нападением немцев. Казалось бы, ну что тут потрясающего. Разведка тебе там полгода докладывает о том, что нападут. Ну да, докладывает она не точно, много врет. Сроки называет неправильные. Сегодня там апрель, завтра и июнь. Но тем не менее, обстановка нарастает, нарастает. Ну невозможно это не видеть. Ты же сам, сам накатал это дурацкое заявление ТАСС в июне 41-го года. Что слухи о готовящейся войне не соответствуют реальности. Значит, ты знаешь, что слухи есть. Что война может произойти. Ты к ним в какой-то степени психологически готов. Что ж тебя так выбило из колеи? Просто физический страх. Ну, Сталин был человек не робкого десятка. Тем более, что непосредственно физически в этот момент ему уж точно ничего не грозило. Нет. Он просто жил в своем... Вот как Меркель говорит про Путин, он живет в параллельной реальности. Не знаю, где там живет Путин, но Сталин жил в абсолютно параллельной реальности. Он действительно верил во все то, что он себе выдумал. Он верил в то, что немцы не нападут. Более того, он верил в то, что если они нападут, то мы их с грохотом отобьем. Тут же. Поэтому безумные приказы войска немедленно отбить и еще смешнее отбить, но границу не переходить и остановиться на границе. Уже они Киев бомбят. Уже они на 100 километров продвинулись. А ты войска посылаешь приказы отбить и остановиться на границе. Это о чем говорится? О том, что выдуманная реальность отчаянно сопротивляется реальности настоящей. Ну вот представьте себе пленку, на которую кто-то давит пальцем. И эта пленка прогибается, 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 но никак не лопнет. Вот эта выдуманная пленка, в которой он обмотал себе голову, в которой он жил, она сопротивлялась, она отторгала реальность. Вот они напали, они идут, а он отторгает. Не верю, как Станиславский. Вот не верю и все. Это особенность такого специфического, придуманного, удвоенного, утроенного мышления. После войны, во время войны, да, прорвало эту пленку в нескольких местах. Отсюда вот то, о чем вы говорили, вот эти стихи Симонова. Отсюда фильмы, которые были абсолютно невозможны до войны. Абсолютно невозможны. Вот, в общем, очень мало художественных фильмов и очень средняя, на самом деле, игра актеров. Но он мозги вынес миллионам людей. Значит, два бойца. Мозги вынес. Почему? Ну, что в нем такого? Ну, Андреев хороший артист. Ну, Бернес неплохой артист. Ну, песенка Одесская. Ё-моё, вообще, о чем разговор? Что у нем есть в этом фильме? В нем есть полуреальный человек. Вот этот одесский парень, Аркадий Дзюбин из Одессы. Это полуреальный человек. Это абсолютно невозможно в советском кино было. В нем не то, что полуреальных людей, в нем ногти реального человека не было. Вот фильм «Трактористы», где трактористы вместо того, чтобы, значит, трактора ремонтировать, танцуют, поют и, значит, распевают песенки про японцев. Вот это реальность. Вот фильм, значит, «Волга-Волга», где тоже танцуют, поют и так далее. Это реальность. Придуманная вторая несуществующая реальность. А фильм «Два бойца», где появляется полуреальный человек, это был шок, потому люди и ухватились, что наконец-то можно увидеть в кино что-то, что имеет отношение к реальной жизни. Необыкновенное ощущение. Я думаю, сегодня было бы такое ощущение, если бы с экрана просто сошел действительно живой человек, но голограмма такая. Голограмма вошла в зал. Ну, ощущение совершенно необычное. Вот. Это вот, но потом эта щелка, естественно, по мере того, как советская армия прорывалась, била врага и так далее, эта щелка стала захлопываться, 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 и после войны она быстренько захлопнулась. И опять пошли фильмы про войну, которые не имели отношения ни к чему, ни к реальности, ни к войне, ни к миру, вообще ни к чему. Какие-то каменные стуканы, которые там карандашом что-то чертят по карте. Ну, вот на уровне Нолбандяна. Вот, утро наше рода. Вот. Чтобы, опять же, вот, современного человека довольно трудно представить, хотя вот фэнтези мы, так сказать, все знаем, смотрим, но все-таки от фэнтези к реальности перейти трудно. Ну, вот я вам приведу такую аналогию. Вот смотрите, вот Лукашенко, когда выступает, он говорит, что мы костьми ляжем, мы все умрем, мы будем драться до последней капли крови, если литовская армия перейдет к границе Беларуси. Это бред сумасшедшего. Ну, такой вот словесный понос. Вот открыл человек рот, и изо рта полилось дерьмо жуткое. Так? Словесный понос. Но это цветочки. Это цветочки. А теперь представьте себе Лукашенко, который рассказывает, как он отбивает атаки литовской армии. И по телевидению рассказывают, как литовская армия рвется на границу, а доблестная белорусская армия эти атаки литовской армии отбивает и с грохотом опрокидывает литовскую армию. Это не просто бред. Это вторая реальность, которая к реальности не имеет никакого отношения. Вот в этой почти в такой, не совсем, конечно, в такой, но почти в такой второй реальности существовал Советский Союз где-то вот с 1937 по 1953 год. Почти. Почти. Не совсем, но почти. Процессы – это точно такая реальность, где вот, значит, шпионы, террористы и так далее. Разгром вражеских армий, которые не успели начать войну, но уже мы их разгромили одним ударом, если завтра война, это почти такая реальность. В голодные годы, когда люди стояли в очередях, не в Москве, в других городах, стояли в очередях за хлебом, ну, как в 17-м, как в 19-м году. В 6 утра вставали и там в 3 часа дня хлеб получали. Это не блокадный Ленинград, это просто российские города. Вот сейчас это открыто, пожалуйста, можно почитать документы из архивов КГБ, из архивов ЦК КПСС, что люди говорили в этих очередях. А в магазинах лежали книги о вкусной и здоровой пище, и, значит, газеты писали о перевыполнении планов по производству, значит, зерна, мяса и о том, насколько лучше живут люди. Это даже не воспринималось как вранье, просто какой-то другой мир, вот та самая параллельная реальность. Но для писателей, художников, киношников, это, в общем, профессиональная катастрофа. Они могут быть какими угодно продажными, какими угодно лживыми, какими угодно... Но всё время писать, снимать, рисовать то, чего нет, ну, это просто очень трудно. Это реально очень трудно. Тем более, что у любого писателя, киношника и так далее, какой бы он ни был, есть желание сказать что-то похожее на правду. У него не настолько, с одной стороны, богатая, а с другой стороны, убогая фантазия, чтобы всё время врать по лекалам партии и правительства. Не потому, что он против партии, не потому, что он против Сталина, не потому, что он против коммунизма, а просто в силу своих профессиональных навыков он хочет написать что-то, нарисовать, написать, снять. Что-то, что имеет отношение к реальной жизни. Вот как тот же фильм «Два бойца». Эти два бойца, они же вполне советские, советские, правильные, правильные. Но они как-то относятся к реальной жизни. А этого делать нельзя. Поэтому вот были, значит, у писателей были проблемы после войны. Вот там Казакевич какие-то написал более-менее реалистические книжки. Скандал. Некрасов Виктор написал книжку реалистическую в окопах Сталинграда. Скандал. Гроссман написал первую часть, значит, «Жизни и судьбы». Тоже скандал. Читатели это принимали. Это невероятно трудно было пробить, конечно, через цензуру, там, само собой. Но уж когда проскакивало через цензуру, то читатели прямо рвали. Прямо рвали на куски. Ну, потому что читателю тоже хочется, кроме этой сказки дурацкой, чтобы что-то было бырию. Нельзя. Нельзя. Ну вот, а в 20-е годы... Да, извините, вы хотели что-то сказать? Вокруг журнала «Новый мир» в основном это все аккумулировалось. Вокруг фигуры Твардовского. Твардовский был такой вельможа очень специфический, который имел связь с теми, кто прорывался, и вполне с официозом. И вот на таких людях, как Твардовский, они были такими каналами, как вот мне казалось, вот это вот проскакивание реальности. А разве в 40-е годы Твардовский редактировал? Нет, я не про 40-е, я после войны именно говорю. Я говорю про 40-е, после войны. Разве после войны был редактором? Я просто не помню, честно вам скажу. Так, ну сейчас я уточню. Ну, не важно. Я просто хочу сказать, что фронда писателей, киношников и так далее, она в огромной степени, внутренняя фронда, была связана не с идеологией, не с тем, что они политически хоть на копейку были против власти, она была связана с выполнением профессиональных обязанностей. С 50-го года он говорит. С 50-го, ну да, ну фактически то же самое. Фронда писателей, киношников, художников, значительная их часть, она была связана просто с тем, что они не могли выполнять свои элементарные профессиональные обязанности, реализовывать свои элементарные профессиональные навыки. В условиях того времени это было невозможно. И, наконец, последнее, я уже затянул, время перекрыл, да? Ну, я сейчас закончу. Последний пример вот абсолютной и реальности советского искусства того времени. Надо вам сказать, что в Советском Союзе не было детективных романов, кроме тех романов, которые писал писатель Вышинский с подачи писателя Ежова и писателя Джугашвили. Детективных романов это самый востребованный жанр. Самые легкие, самые часто халтурные, востребованные. Их не было. И не было детективных фильмов. Первые детективные романы и детективные фильмы появились после смерти Сталина. Почему? Потому что, опять же, это была та часть жизни, которой в выдуманном советском мире, в принципе, существовать не могло. В стране, где миллионы людей сидели в лагерях, причем отнюдь не по политическим статьям, а где была действительно невероятная преступность. Естественно, после войны, в условиях нищеты. А что ж тут может быть, кроме преступности? В стране, где люди боялись выходить на улицу, в этой стране не было преступности. Ее не было в идеологии, ее не было в литературе, ее не было в кино, ее не было нигде. Она была только на улицах. Но улицы никого не интересовали. Вот это отсутствие преступности и наличие шпионов и террористов, вот эти два вектора, это яркий показатель того, насколько мир, советский мир, позднего Сталина, был миром фантастическим. Фантастическим. Впрочем, писателей-фантастов, что интересно, тоже не было. Их с успехом заменяли, опять же, вот все эти Сафроновые, Бубиновые, Суровые и тому подобное. Это и были писатели, если писатели-детективщиков заменяли Вышинские и Ежовы, то писатели-фантастов заменяли, значит, Сафроновые, Бабаевские, Бубиновые и так далее. Вот такой был абсолютно безумный мир. Это безумный, безумный, безумный мир. А если вернуться к исходному, значит, примеру, то советская литература и искусство – это советские естественные науки минус физики, математики, институты, бомбы и ракеты. А что в остатке? Философы Максимов, Митин, Юдин и прочие малограмотные люди, иногда в прямом смысле слова малограмотные, которые делали грамматические ошибки. Малограмотные люди, которые выходят на трибуну и с большим трудом, произнося нерусские фамилии, громят всяких там Гейзенбергов, Эйнштейнов и прочих космополитов. В физике и математике это было фасадом. Но за фасадом была реальная наука, которая была нужна в литературе, живописи, интеллектуальной жизни, гуманитарных науках. Этот фасад покрывал всё. А реальная жизнь, её просто не было. Этим людям, которые писали в лучшем случае, как там Пастернак, давали возможность писать в стол. В худшем случае никакой возможности не давали. Хотя при этом многие писатели очень не бедствовали, даже те, которые ни черта не печатали. Потому что быть членом Союза писателей – это всё равно была синяя кура. Находились там разные способы. Короче говоря, если в тюрягу тебя не посадили, то ты не голодал. Но ведь этим скотам, им же мало, что они не голодают. Им ещё хочется что-то делать. Ну-ка, ну платят тебе. Ну редактор, ну предисловие написал, ну переводчик. Ну вообще ни черта не делаешь. Ну платят, живи, сиди, спокойно. Нет, ему надо что-то написать. Нет, ему надо где-то подгадить. Ну вот одно слово интеллигенция. Им и себе надо испортить жизнь. И власти нагадят. В ответ на то, что тебе дураку дают жить. Опять плохо. Ну, есть люди, у которых нет ни благодарности, ни чести, ни совести. Но власть с ними возилась. Вот такая была картинка. Мы, значит, сегодняшнюю часть посвятили исключительно разборам вчерашней части. Но ничего. Уважаемые слушатели, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Большое вам спасибо, Леонид Александрович. Вот. Я так понимаю, что мы еще продолжим. Я думаю, что мы еще и не начали этот размен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.